Здравствуйте, драгоценные! Шалом! Как там дальше? Шаббат, шалом! Шалом, шаббат! Но главное, чтобы у нас был настоящий шалом, нужно знать нашего Ишуа, тогда будет шалом, все остальное это будет металлолом. Что нам с вами делать сейчас? Давайте, может быть, чуть-чуть так... Вы молиться умеете, да? Можно молиться здесь, да? Аллилуйя! Слава Богу! Давайте чуть-чуть помолимся. Аллилуйя! Слава Тебе! Чудесный Господь! Слава Тебе! Давайте воскликнем Господу! Воскликнем, сколько у Тебя есть сил! А теперь еще раз и в два раза сильней! Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, мы славим Тебя! Мы славим Тебя! Еще, еще, еще воздай Ему хвалу! Воздай Ему хвалу! Воздай Ему хвалу! Он твой Господь! Он Бог! Он Бог! Он достоин всей хвалы! Еще, 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 еще! 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 Возвеличь Его имя! Громко кричи! Он Бог! Он Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Аминь! А теперь похлопай своего соседа по плечу, скажи, в следующий раз ты будешь кричать громче! В следующий раз ты вообще кричать не будешь! Аллилуйя! Жив Господь, Которому мы служим! И жив Господь, Который сотворил небо и землю! И это наш Бог! Поэтому мы никогда не должны стесняться Ему кричать! Мы приходим сюда для того, чтобы прославлять Его имя! И я очень рад тем, которые еще не совсем знакомы с Богом, Творцом неба и земли! Которые не совсем знакомы с Ешуа, Который есть Спаситель всего мира! Но это начало, это то, что вы сюда пришли, это уже прекрасный шаг! Это начало великой, чудесной жизни на этой земле! И великолепной жизни вечности! И это то, для чего мы здесь живем! Еще раз воздай Богу хвалу! Аллилуйя! Чудесный Иисус! Большое спасибо за приглашение! Ваш пастырь и его жена, они в Америке как-то так очень большое впечатление на меня произвели, служили мне все время! Поэтому у вас чудесные родители, чудесные пастухи, которые вас спасут, и пусть Господь даст вам действительно это увидеть, это понять! И давайте мы откроем Слово Божие! И я хочу попробовать вписаться в то, что вот драгоценный пастырь из Америки сказал! Я хочу попробовать въехать в то, что он начал! И пусть Господь нам поможет! Давайте откроем Луки, 15 главу, и почитаем с 18 стиха! Мы видим ситуацию блудного сына! Лука, 15 глава, с 18 стиха! А блудный сын, кто знает историю с блудным сыном? Поможите руками! О, слава Богу! Вы читаете Библию, это здорово! Все, кто еще не знает, вы познакомитесь с этой чудесной историей сегодня, и домой придете и будете читать ее несколько раз, чтобы вникнуть в нее, потому что это удивительная история! Она имеет несколько граней, И, конечно, одну грань она имеет прямую, или как она касается, непосредственно израильского народа, эта история. Многие люди как бы применяют ее только вот, что человек ушел от Бога, вернулся. Это Иисус говорил в первую очередь об израильском народе. Но я не буду сейчас это истолковывать. Итак, блудный сын. Мы его почему-то называем блудным. Наверное, потому что он пошел блудить. Поэтому дали ему такую кличку. Ситуация такая. Он был в доме. Однажды ему что-то не понравилось. А может быть, ему и все нравилось. И... Но настал момент. И какие-то червячки начали кружиться в голове. Вот бывает же такое, да? Ну да или нет? Вы здесь? Бывает, да? Нет? Бывает. Особенно, когда вот так исполняется 13-14 лет. Это у девочек. Там у них свои червячки. А у мальчиков чуть позже начинается. А потом вторая фаза где-то начинается, когда уже они так, 18-м исполнилось. Вот у меня сын, ему как раз 18 исполнилось. Это младший. И вот когда ему исполнилось 18, у него в классе всем подарили подарки. Кому машину подарили, кому там права на машину подарили. Кому там еще что-то подарили. И он такой ходит. Его спрашивают, а тебе что подарили родители? Ну что может пастырь подарить своему сыну? Библию. Это лучше, чем машина. Но ему-то не понять. 18 лет, знаете, там все хвалят со своими подарками. И он так. Я смотрю, он что-то так вот сгрустил, что-то так ходит по дому. И я ему попытался объяснить. А там еще кому-то из церкви тоже исполнилось 18 лет. Ему айфон подарили. Но у меня есть мои принципы. Даже если бы я мог ему подарить айфон, я бы никогда этого не сделал. И потому что я люблю своего сына. Я его очень люблю. Поэтому я ему 18 лет не подарю ни машину, ни айфон, ни какие-то другие большие вещи. А мне хочется 18 лет, чтобы он понял самое главное, что он сын. Что он сын двух отцов. Первый отец на небесах. А второй рядом с ним ходит. И вот когда сыновья доходят до этой ситуации, они не понимают, что они сыновья. Тогда у них появляются всякие червячки. Они думают, ну пойдем там, погуляем, посмотрим. Вот блудный сын ушел. Но мы о нем сегодня не будем много говорить. Мы больше будем говорить о старшем. Итак, читаем. Я встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой. Это ситуация, когда блудный сын уже устал гулять, проиграл все и остался в серьезной проблеме. Когда он пришел в себя, он пошел назад домой. Идя домой, 19 стих, он говорит отцу, я уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Ну это его мысль была, что он скажет отцу. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. Я думаю, у кого есть дети, вы понимаете, когда дети начинают вот эти червячки в голове лазить. И когда они куда-то уходят, и когда дети возвращаются, то сердце отца, сердце матери, оно просто, это нет больше радости, чем видеть возвращение ушедшего сына. Нет больше радости, когда ты видишь, что твой сынок, даже когда ему три года, когда он там постоял в уголочке, поплакал, и потом приходит и говорит, папа, прости, я больше не буду. Я буду ходовцей. Радостно? Приятно? Вот точно так же было приятно здесь, в этой притче отцу. И поэтому реакция отца, она не была такой, что он начал где-то его спрашивать, ну что ты сделал? Знаете, вот это наша позиция, мне кажется, это остатки советского воспитания. Он говорит, что ты ушел? А? Ну, да не упрекай уже, он понимает уже сам, что он ушел. Он понимает сам, что он сделал плохо. А у нас такая привычка, ну что, наелся рожков свинячих? Давай, заходи, переодевайся. Я помню, как-то отправил своих детей, ну еще пару парней из церкви, кататься на лодке. Но так как я живу в большом городе, и там конца нету этому городу, один город кончается, другой начинается, то, ну, приходится в городе плавать на речке. И вот я их завез в соседний город, Дюссельдорф, и там высадил в такой, ну, маленькая такая речка небольшая, надул им лодку, ну, парням было лет по 14, две лодки мы им надули, и я их отправил там. И вот они там плавали, там река идет по городу, там каким-то, через какие-то там сады. Но речка эта приземляется, то есть она кончается в завод, то есть она входит под таким забором, прям в завод огромнейший стали, литейный завод. И там такое большое озеро, там стоят корабли. И это озеро прям входит в огромный рай, ну, широкая река с таким сильным течением. Если они туда попадут, то это будет очень опасно и страшно, и оттуда выбраться весьма трудно. Поэтому я их предупреждал, я говорю, смотрите, там будет такой водопад, вот как до него доплывете, лодки вытащите, позвоните мне, я приеду, вас заберу. Ну, они плавали, часа четыре, это все путешествие у них было. Я смотрю на часы, вроде не звонят, что такое. Ну, наверное, задержались. Прошло еще два часа, я уже как-то начал нервничать, вдруг мне звонят с завода этого стали, литейного. Вахтеры говорят, заберите своих детей. И я проезжаю и вижу такую картину. Ну, стоят мои пацаны, головы опущены, грязные все, в грязи измазанные, лодки все порванные, они вот так вздулись уже все, вот они стоят, головы опущены, им стыдно. И вот жалко, что не было фотоаппарата их сфотографировать. Это была такая печальная картина. И они всем своим глядом говорили, папа, прости, мы не послушались тебя. Они действительно не послушались. И они въехали в это огромное там озеро, где стоят корабли. И поняли, что сейчас вынесет в рай. И стали по берегу там карабкаться. Там всякие железки, там грязь, они все изорвались. И оказались на территории завода, откуда ты просто так не выйдешь. Ну, их там поймали, естественно, поругали сильно. И вот ситуация, что ты будешь с ними делать? И я хотел уже так сказать. Но в последний момент я просто вижу их вот состояние. И ты не хочешь уже ругаться. Ты говоришь, ладно. Ты видишь, они все поняли. Пойдем сейчас, пойдем мыться. Папа, мы порвали лодки. Ничего страшного, заклеим. Не расстраивайтесь. Это результат непослушания. Все очень просто. Вы знаете, когда отец любит своего сына, то после того, когда он видит, что он провинился, он не будет его ругать, видя, что он все понял. И это очень важный момент. И вот здесь мы видим дальше, смотрите. Отец говорит. И отец сказал рабам, принесите лучшую одежду, оденьте его и оденьте персень на его руку, обувь, приведите откормленного теленка и закалите его, станем есть и веселиться. Ибо это сын был мертв, я жил, и пропал, и нашелся. И начали веселиться. В доме начался пир, начался праздник, огромное веселье. И вот мы приближаемся к самой теме. Старший же сын был на поле и, возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. Старший сын, он никуда не уходил. Вы здесь? Он, вообще, когда читаешь, думаешь, вот старший сын, нормальный пацан. Это какой-то бродяга. Предал отца, свалил. Никакой благодарности. Забрал свое имение. Все прокутил. И вот пришел назад. А старший, ну нормальный парень. Вы здесь? Да? Часто такое бывает. Смотришь, нормальный парень в доме. С ним нет никаких проблем. Он такой спокойный. Он все делает. Мама говорит, вынеси мусор. Он, хорошо, мама. Пошел. Сынок, а ты уроки сделал? Да, мама. И все так хорошо было. И мама, и папа, они не нарадуются сынку этому. А вот этот вот, разгильдяй. Ну, всегда три раза надо говорить. Вынеси мусор. Он, сейчас. Вынеси мусор. Мама, ну сейчас. Ты уроки сделал. Сделаю еще. А зачем их делать? У меня сын всегда начинает дискутировать со мной. Папа, ты не понимаешь. Уроки делать. Это нет никакого смысла. Старший же сын был на поле. И когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И подозвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел. И отец твой заколол, откормленного теленка. Потому что принял его здоровым. Кажется, сейчас должен был старший сын сказать, Вау! Братан вернулся! Ааа! Какая радость! Ну так или нет? Да! Ну что делает старший сын? Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Смотрите, отец. Понимать, ему наверняка сказали, там твой старший сын на улице не хочет войти. Тут пир идет. И отец оставляет пир. И идет за своим старшим сыном. И смотрите, что он говорит. Отец его, написано, что здесь отец звал его. И что говорит сын? Но он сказал в ответ отцу, Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Какой упрек! Серьезный упрек! Он же сказал ему, Сын мой, ты всегда со мной, и все твое, все мое, твое. А о том надо было нарадоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, и пропадал, и нашелся. Первый пункт. Если вы записываете что-нибудь. Тема сегодняшней проповеди. Сын или сирота? Кто ты? Вы знаете, можно быть много лет верующим, но никогда не стать сыном. Можно даже учить людей. И то, что пастор сегодня говорил, это семя, которое дьявол сеет. Он сеет в нас для того, чтобы мы потеряли в первую очередь свое сыновство, но формально все-таки назывались детьми Бога Небесного. И формально мы ходим в Дом Божий, в общину, в собрании святых, в церковь, как хотите называйте. Это место, где поклоняются живому Богу. Мы ходим, мы ищем, мы работаем, мы трудимся, но наша душа, она пустеет. И мы потом начинаем смотреть куда-то в сторону. Давайте по пунктам рассмотрим мышление старшего сына. Первое. Он не хотел войти. Он подошел к дому и не хотел войти. Что это значит? Смотрите, в сердце этого человека, который всегда был с отцом, не было желания радоваться тому, чему радовался отец. Он уже внутренне отделился от своего отца. и он не хотел радоваться спасению другого. В нем, несмотря на то, что с виду он казался таким послушным, таким хорошим, но в нем было уже семя эгоизма, посеянное. Когда он уже днями, часами, а может быть, даже годами крутился вокруг себя мое я. Когда ты последний раз радовался за другого? Проанализируй свою жизнь. Как часто я радуюсь за другого человека? Когда он получил работу лучше, чем я? Когда у него зарплата больше, чем у меня? Когда ему удалось наконец-таки купить квартиру? А? Как я радуюсь за другого? А сестра одна вот, она так вот вышла замуж прям так вот, и у них такая любовь, а? Я всегда вот, я смотрю, когда свадьба у нас, и я смотрю на наших сестер, которые еще не замужем, и у них уже время поджимает, вы знаете, вот они так стоят, они улыбаются, конечно, и мне вот всегда хочется посмотреть, а что у них в сердце, они на самом деле там улыбаются, или сердце там кровью обливается, и там слезы водопадами просто стекают, ааааа, когда же я? Как часто мы радуемся другому? Старший сын не мог этого перенести, он не мог порадоваться, что вернулся сын, знаете, что он хотел? Старший сын жаждал наказания своего брата, Помните, те, кто читает Библию, такой был пророк Иона, да, помните? Жаждал наказания. Жаждал. Кто такой? Ты язычник. Да ты что, я избранный народ. Поняли, да? Я избранный. Вот. И все мне. Поняли, да? Я не уходил никуда. Я всегда был дома. А это кто? Не невитяне какие-то? А? Да не пойду я их спасать. Да ты что? Господи. Да что ж, они теперь моими братьями станут, да? Ага. Мы самые лучшие. Вы здесь? Второе. Отец, когда узнал, что старший сын не заходит в дом, он вышел. Это то, что ты должен знать сегодня. Послушай. Когда я разговариваю с мусульманами, они мне какие-то доводы говорят. У нас их, к сожалению, в нашем городе одна треть, то я вижу, что они меня не понимают. Только по одной причине. У них нет понятия о Боге, как об отце. Нет. И ты хоть как им объясняй. Они это не могут понять. Потому что, если мы не будем иметь понятия о Боге, как об отце, нам не нужно вообще говорить о какой-то вере. Потому что вот это как раз открывает мозги, что отец, он выходит навстречу. Когда ты в нужде, отец выходит навстречу. Скажите, была проблема у старшего сына? Была. Серьезная проблема. Серьезная, душевная проблема с его характером, с его душой. Там не только один червячок был. И не один камушек. Там целые скалы уже были в его сердце и в его душе. И это было не один, не сразу, как вот передо мной пастор сказал. Это было не так вот, так и пришло. Нет. Это годами складывалось в его сердце. И отец, видя его проблему, он не сидит, сложа руки и говорит, ну ладно, не зашел, так не зашел. Ну и. Или слугам. Прикажите ему, пускай идет сюда. Отец. Вот это понятие о Боге. Послушайте, однажды я попал в серьезную проблему. Проблему душевную. И физически я не грешил. Но душевно я переступил какие-то принципы. И я не мог это все сложить. И я сидел, как будто я последний грешник. И я думал, вау, как мне выйти из этого. И я помню, я мылся под душем и плакал, и стоял, и плакал. Господь. У меня такое впечатление было, что я самый последний грешник. Но фактически придраться ко мне нельзя было. Но в душе. Какие-то определенные желания и мысли, они укоренились где-то. И когда это все обнаружилось, я считал себя все. И после этого жить не хочется. Кто понимает меня? О, слава Богу, что кто-то меня понимает. После этого ты просто хочешь умереть. И думаешь, Господи, какой у меня еще есть выход? Какая у меня есть надежда? Я грязный, я плохой, я никому не нужен. И потом я поговорил с одним пастырем. Это был пастырь, который меня когда-то воспитывал и наставлял. Но потом он благословил меня, чтобы мы начали свою церковь. И наши пути так разошлись, хотя мы всегда встречались с ним. Но отношения немножко так охладели. И там появился определенный конфликт. И он по телефону мне сказал, Саша, ты, ну я так грубо говорю, в одном слое, просто козел. Он, конечно, так не говорил, прямо, а вот так вот. И я ко всему к этому, я пришел домой, это была суббота, воскресенье служения. Какая проповедь, какая подготовка, какая молитва, мне хотелось умереть. Конечно же, я мог себя оправдать и сказать, я прав, я прав, я прав, я прав, я прав. Но душа моя говорила, нет, ты не прав. И вообще, ты самый плохой человек на земле. Послушай, когда твоя душа будет тебе говорить, что ты самый плохой человек на земле, то это очень хорошо. Это значит, что у тебя еще есть совесть. Вы здесь? Потому что есть другая проблема, она еще хуже. Когда ты делаешь плохо, 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 а все время думаешь, да нормально. Я иногда смотрю, как христиане, верующие, врут и даже не замечают. А Слово Божие говорит, что всякая ложь и лжецы, они будут в озере огненном. И ложь от дьявола. Вы понимаете? Ну, по привычке, знаете так. Сколько у тебя денег в кармане? Да не знаю. Да знаешь ты, все ты посчитал уже, все ты знаешь. Да не знаю. И вы знаете, я лег спать. Я кое-как помолился. И вот снится мне сон. Я играю в хоккей. И стою на воротах. Ну, такие сны редко бывают. Я вообще не хоккеист. Но вот играю в хоккей. И вдруг какой-то ребенок забегает на поле. Я испугался, что этого ребенка, ну, ударят, шайба попадет в него и так далее. То есть я не просто отвлекся, а я по делу отвлекся. И я побежал за этим ребенком. И я стал его убирать за это. И потом поворачиваю голос и с ужасом смотрю, как шайба летит. Прям в ворота. И я бегу и не успеваю. И шайба подлетает к воротам. И прям на линии ворот. Каким-то чудом она останавливается и отскакивает в сторону. И все болельщики, и вся команда, они все так остановились. И потом... И никто ничего не понял. И я такой думаю, вот это да. Прихожу на свои ворота, опять стою, думаю, вот... Как такое может быть, а? Как такое может быть? И вдруг опять удар, шайба летит куда-то мне сюда. Я поднимаю руку и не успеваю. Шайба должна быть в воротах. Но она какой-то крюк делает и опять вылетает из ворот. И я просыпаюсь. Это было достаточно рано утром. И я все понял. Я все понял. Отец вышел навстречу. Милость Божия, она не пропадает и не исчезает, пока ты к ней взываешь. Вот здесь, вот здесь. Как бы сильно тебя дьявол не осуждал. Как бы сильно не осуждала тебя твоя совесть. У тебя всегда есть шанс. Потому что ты должен знать Отца. И вот где основа, где база вообще твоей веры и твоего отношения с Богом. Ты должен знать Отца. Ты должен знать, как Он себя ведет. Ты должен знать, что Он тебя не оставляет. Ты должен знать, что Он тебя не покидает. Пока есть у тебя хоть чуть-чуть, хоть маленький миллиметр есть желание быть с Ним. Он придет к тебе. Вы здесь? Поэтому верующий в Иисуса Христа, в Бога Своего, он не может ходить в депрессии. У него могут быть фазы. Он не может покончить жизнь самоубийством. У него могут быть мысли. Но Он никогда к этому не придет. Никогда не допускай, чтобы дьявол тебя загнал в угол и сказал, все, ты один, Отец отказался от тебя. Отец никогда не откажется от тебя. Вот здесь Он отдал Своего Сына за тебя. Тот, который не пожалел Своего Сына за тебя. Как Он откажется от тебя? Ты говоришь, я плохой. Я знаю, как это действует. Когда ты совершил один грех, приходит тысяча демонов обвинять тебя и говорить, нет тебе прощения, нет тебе выхода, ты пропал. Но ты должен знать Отца. Вы здесь? Скажи, я должен знать Отца. Я должен знать Отца. Я очень не хочу сегодня проповедовать вам. Я хочу, чтобы вы научились. Я хочу, чтобы вы продвинулись. Вы знаете, много на земле проповедников. Но слушать проповеди, это не наше призвание. Вот здесь наше призвание двигаться вперед. А? Двигаться вперед. Да! Да! Брать это на заметку и говорить, Господи, так, помоги мне это запомнить на всю мою жизнь. Когда на меня будет давить все. И будут тут долги. Тут там проблема с женой. Тут проблема с детьми. Тут проблема с коленкой или со спиной, или со здоровьем, или еще с чем-нибудь. Когда все уже будет рушиться, то я вспомню, когда мне однажды сказали, что Отец всегда будет выходить тебе навстречу. И я буду взывать к Нему, я буду кричать к Нему, и я не отступлюсь. Никогда! Аплодисменты! 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 Отец вышел. И Отец ему говорит, пожалуйста, ну зайди. Но вы знаете, проблема у старшего сына, знаете, какая его проблема была? Он так и не понял, что значит быть сыном. И это то, в чем мы разбираемся. Почему он себя так вел? Он, будучи в доме, не знал, что он сын. И вел себя, как сирота. А сиротское сердце, оно всегда упрекает отца. И даже когда отец выходит ему навстречу, то сиротское сердце, оно... А он говорит, нет. Я думаю, что тебе уже все дали. Уже папа вышел. Знаете, есть люди, они не могут простить. А? Сиротское сердце. Смотрите, что говорит сын. Третий пункт. Он говорит, я не приступил к твоему приказанию. Я всегда все делал. Вынеси мусор. Побежал. И мы, как родители, думаем, классный сын, но сирота. Вот здесь. Классный сын. Он все делает. Все как положено. У нас в церкви была девочка. 14 лет пришла. Папа алкоголик. Мама ей никогда не занималась. И как только она пришла в нашу молодежь, она сразу... И ей понравилось. И она осталась. И она вышла на покаяние. И она плакала. И мы за нее молились. Дух Святой касался. И она возрастала в вере. Все хорошо. И вы знаете, что у нее было? Она всегда, когда надо что-то делать... Кто будет мыть пол, она? Кто сейчас сделает этот плакат? Кто будет ответственным за эту работу? И мы уже потом ей говорили, слушай, не надо так много. Ты не успеешь. Это слишком много для тебя. Тебе еще в школе надо учиться. И она всегда такая была. И потом однажды... Она уже была замужем. Однажды она как-то стала странно себя вести. И мы стали с ней разговаривать. Собалось несколько лидеров церкви. И мы говорим, послушай, сестра, ты у нас в церкви уже 14 лет. 14 лет. И ты что, не понимаешь, что мы все делаем? Мы же за тебя. И она так говорит, да. И за 14 лет вы все мне вот здесь. Мы были в шоке. И она ушла из церкви. И я ей писал. Пытался как-то вызвать ее на разговор, но она не слышит меня. И я стал анализировать. Что такое? Вы знаете, мы иногда такие глупые. не, может быть, вы нет, я. Мы думаем, что если человек все делает, и он послушный, значит, он классный. Вы здесь? Значит, все нормально. А знаете, почему это? Это от нашей лени. Что мы ленимся вникнуть в душу человека. Мы ленимся вникнуть в сердце человека. Что у него там есть? Работает? Ну и работает. Вот так родители. Понимаете, многие, мы как родители. Сын сделал уроки? Ну и ладно. Я могу смотреть телевизор. Зачем с ним пойти погулять, поговорить? Зачем там по душам с ним поговорить, обнять его там, расспросить что-то, чему-то научить, может быть? Да не надо. Ты уроки же сделал. Нормально. Ну послушный парень. Да хороший пацан. Так или нет? Узнаете немножко себя? Нет? Или только я один такой? Все исполняла и хотела в церкви что-то делать, только лишь по одной причине. Ей нужно было заполнить свою душу. Свою сиротскую душу. И она так и не познала, что значит быть дочерью небесного отца. Смотрите. Сын говорит. Ты не дал мне козленка, чтобы погулять с моими друзьями. Послушай внимательно. Сын был у отца. И отец ему говорит. Сынок, ты что не понимаешь? Все мое, оно было твоим. Ты что не мог сказать? И обратите внимание на слова сына. Сын говорит. Ты не дал мне козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими. Это сиротское сердце, оно не понимает самого главного, что дома настоящее веселье. сиротское сердце всегда хочет где-то погулять. У сироты всегда проблема. Ему всегда кажется, что там за забором лучшее, потому что он дома себя не чувствует дома. Кто ты? Сирота, когда он находится в церкви, вы знаете, он слушает своего пастыря и ерзает на стуле и думает, быстрее бы домой в интернет Кенета Копланда послушать. Слава Богу, что Кенет Коплинд доброе учение у него, хороший служитель, но когда Кенета Копланда пробовать и закончится, тогда хочется и других послушать. И начинается брожение по интернету. И потом находим таких великих в белых костюмах и еще каких-нибудь там великих. Сначала по Украине, а потом за территорию Украины. Потом каких-нибудь крутых находим таких, знаете. В натуре вы поняли это здесь, а? Вы Бога не знаете! Вы не знаете Бога! Слышали таких, да? Сиди дома, люби то, что Бог тебе дает. не лазит по соседским огородам. Вы знаете, у меня большое желание, чтобы сегодня мы продвинулись вперед. каждый здесь сидящий. Проверь свои отношения с Богом. Может, ты на самом деле сирота? Ты сравниваешь себя всегда с кем-то? ты не можешь радоваться успехам других. А иногда зависть как залезет внутрь. И дыхание перехватывает. ну как? Господи, несправедливо! Перестань быть сиротой. У тебя все есть. Вы знаете, сын, он дома. Вы знаете, сын, он... Вот у меня, когда мой сын, которому сейчас 18, он младший, и он родился на год раньше, чем мы начали церковь. И вот ему где-то года три или четыре, он такой маленький, идет по церкви, знаете так? А ему кто-то говорит, ты кто такой? Ты что тут находишь? А он говорит, я папин сын, а мой папа пастырь. Как ты хочешь по земле? может ты ходишь, как сирота? Зная Бога, Творца неба и земли, ты ходишь по этой земле как сирота? Все время ноешь, плачешь. Я не говорю, что нам не нужно смирение, мы должны быть смиренными перед нашим отцом. Но смирение это не значит ползать по земле и есть траву. Это дело Ново Ходоносово не наше. Нас Бог поднял. Смиряйся друг перед другом, смиряйся перед Богом. Вы знаете, смирение это дело сыновей. Сирота не может смириться. Он будет делать вид. Ему надо всегда маски. Вы знаете, он всегда ходит с большой сумкой. Во всякие маски надо одевать. Во всяких обстоятельствах другая маска. так хочется, чтобы мы сегодня приняли Отца и отказались от своего сила. Отказались от обид. Как простить? Я не могу простить, ты не сможешь простить, пока не поймешь, что ты сын и что ты дочь. Ты не сможешь не завидовать, пока не поймешь, что ты сын и что ты дочь Бога Небесного. Смотришь в зеркало, я помню, когда мне было лет 15, смотрю в зеркало, там какое некрасивое. И так прическу, и так. Я думал, что там проблема только девочек. Не только. Какое некрасивое. И эта прическа не подходит. И так, и так. Кстати, я так разочаровался. Вы знаете, что произошло? Я никогда ни с кем не дружил, ни с какой девчонкой. Я играл в техникуме, в группе, на бас-гитаре, на танцах. Никогда не танцевал, потому что всегда играл. Девочек боялся, как меня ищет. Дал себя ужасно некрасиво. И вот однажды сломался у нас барабан, там что-то украли у нас. И в этот вечер я сижу на таком, ну такой вечер был, и я сижу, ни с кем не танцую, там, пью лимонад, рисую там, все там веселятся, танцуют. И вдруг подходит, такая красивая девушка, за ней весь техникум бегал. Она подходит ко мне и говорит, а можно вас пригласить на танец? Поехали, пью лимонад. Не понял. А почему тут я? Да у нас тут парни такие стройные, такие вообще крутые. Она подходит ко мне. И я с ней танцую. И вы знаете, что произошло? Я верил в это время уже в Бога, но не был покаян. И это было, наверное, первое откровение в моей жизни, которое Бог мне дал. И я танцую с ней, и смотрю на ее плечи. И мне Бог говорит, она будет твоей женой. И она стала моей женой. Когда я с ней выходил из техникума, мои парни, с моего, с, ну, с нашей группы, некоторые встали и открыли рот. Это реально, я не преувеличу, они прям так привстали, так. Как? Она могла пойти с этим. А она пошла. Знаете почему? Потому что Бог, Отец, Он знает твою нужду. Он знает твое сердце. Ходи с Ним. Двигайся с Ним. Ищи ее. Перестань ныть. Перестань обвинять кого-то. Перестань думать. Все время стоять два часа перед зеркалом и думать, а, я не знаю, как сделать а то прическу. Твоя самая лучшая прическа, это твое отношение с отцом. Перестань быть сиротой. Откажись от сиротства. Откажись от одиночества. Ты не одинок. Даже если тебе 85 и все тебя кинули, у тебя есть Отец на небесах. Здесь ты не одинок. Нет ничего, что может тебя разлучить с твоим отцом, но чтобы вас вообще разлучить, тебе надо его узнать. Познакомиться с ним. И для этого пришел Иисус, Господь. Давайте встанем. Аллилуйя. Господь, спасибо тебе. Господь, спасибо тебе. Господь, спасибо тебе. Иисус, Господь, спасибо тебе, Господь. Иисус, Господь, спасибо тебе. Там, где ты стоишь, скажи от всего сердца, скажи Отец небесный, повторяйте за мной громко, скажи Отец небесный, Не отрекаюсь от всякого сиротства Я не хочу быть сиротом Приди в мою душу сейчас Наполни ее твоей любовью Ополни меня своим духом И дай мне увидеть Прямо сейчас дай мне увидеть Что я твой сын и твоя дочь По имени Иисуса Христа Господа моим Выкоснись прямо сейчас И отрекаюсь от моего одиночества И отрекаюсь от осуждения От обвинения И отрекаюсь от зависти От профессионализма И отрекаюсь И отдаюсь полностью в твои руки Аллилуйя Кто сейчас нуждается в молитве Выходите сюда вперед Если хочешь сегодня положить конец своему сиротству Положить конец этому сиротскому духу И действительно Упасть в руки отца Выходи сюда вперед Мы будем молиться за тебя Аллилуйя Дух Святой здесь Аллилуйя Аллилуйя Спасибо, спасибо Господа Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok